Всем привет и как вы знаете Rage Multiplayer существует уже несколько лет и на этой платформе можно найти множество интересных RP проектов, но зачастую большинство этих RP проектов уже давно устарели и их системами уже никого не удивить. Ну и бывает такое, что нам просто надоедает там играть и нам зачастую хочется найти какой-то новый проект, чтобы он не был таким однообразным как большинство этих RP проектов. И пролистав множество страниц этого Rage Multiplayer, я нашел такой проект весьма необычный и с новыми системами и это Extreme Roleplay, на котором сейчас еще действует бонус 1 миллион долларов при регистрации. И если вам понравится этот обзор, который я сегодня для вас сделаю, этого RP проекта, обязательно заходите на него и получайте свою денюжку как можно быстрее, потому что как мне кажется на этом сервере довольно таки большая перспектива. И сегодня я сделаю на него обзор и покажу вам самые его лучшие функции и чем же он отличается от других проектов, а также ставлю темкоды для вашего удобства и каждую из этих функций вы сможете пересмотреть по отдельному темкоду в описании. Ну и для начала мы начнем с меню регистрации на данном проекте, сразу же бросается весьма интересный дизайн, также при регистрации вы сможете выбрать национальность, и к слову их здесь очень много, можете выбрать свою национальность или же переключиться за другую. Разновидности и национальности здесь более 20, если и не больше. Ну и потом кастомизация персонажа, она тоже сделана весьма неплохо, и за начало самой кастомизации вам также дают бонус в 100 тысяч, как бонус за отдельный какой-то квест. При том, что мы находимся пока что на выборе матери или отца, и уже видно, что здесь тоже присутствует какая-то генетическая связь. Далее у нас обычный редактор персонажа, приятно то, что камера у нас движется и очень легко кастомизировать нашего персонажа, просто двигая ползунком, а не нажимая на какие-то клавиши. Таким образом кастомизировать нашего персонажа мы сможем очень быстро и выставить все характеристики полностью под себя. Ну и дальше, конечно же, все остальное. Внешний вид, прически, стиль прически, цвет волос, а также даже милирование волос. Здесь разработчики поставили уже кнопки, потому что, как мне кажется, так тоже намного удобней. Ну и после создания персонажа, у нас появляются три пути. Это Каю Перико, Лос-Антос и Сэнди Шорс. Это своеобразные квесты, которые нужно будет пройти и которые познакомят вас с сервером и с его функционалом. Можно даже оказаться на Каю Перико или же эмигрировать в Лос-Антос, или оказаться в виде бомжа в Сэнди Шорс. Давайте я не буду спойлерить, я выберу пока что рекомендуемый квест, это в Лос-Антосе. А два остальных вы сможете исследовать уже самостоятельно, зарегистрировавшись на сервере. Ну и после выбора нашего начального квеста, эмиграции в Лос-Антос, мы с вами появляемся в Северном Янгтоне. Это такой себе заснеженный городишко и сюжетки GTA 5. И вы знаете, разработчики данного проекта весьма хорошо подошли к регистрации на данном проекте, потому что подобного я не видел на других проектах. Я играл на многих проектах и еще такого не было, чтобы из другого города была полная эмиграция в Лос-Антос. И таким образом играть становится все интересней. Для начала вам надо будет собрать некоторые вещи, бутылки с водой и некоторые припасы, чтобы если что в нашем пути не умереть с голоду. А также берем кошелек, в котором находится 248 долларов. После чего нам надо отправиться в аэропорт. Но чтобы отправиться в Лос-Антос, не все так просто, потому что нам сначала надо будет найти канистру, заправить свой автомобиль, или даже отремонтировать свой автомобиль. И только тогда мы сможем отправиться в аэропорт и улететь с нашей деревни в Лос-Антос. И конечно же по дороге в Лос-Антос вам на пути будут встречаться различного вида приключения. И это некое взаимодействие с NPC придает еще большей атмосферы реальной жизни на этом проекте. И становится играть еще интересней. Ну и дальше, как обычно, мы с вами прилетаем в Лос-Антос без места жительства и без документов. И начальный квест познакомит нас с этим всем и поможет нам найти верный путь. А также познакомит с системами и новенькими работами. В целом также спойлерить начальный квест я не буду, а просто сделаю отдельный обзор на функционал, а также сделаю обзор на все остальное. Транспорт, работу, магазины с одеждой и другое. Но самое главное то, что нам вначале надо будет пересмотреть, это функционал данного сервера. И конечно же то, что самое важное здесь, с чем нас система знакомит в самом начале, в начале этого квеста, это инвентарь. Инвентарь здесь выполнен довольно-таки хорошо, потому что он полностью не закрывает экран, а просто делает его размытым. Там вы сможете надевать, снимать одежду, а также крафтить даже некоторые предметы, прямиком в инвентаре. Честно говоря, я играл на многих РП проектах, и там система инвентаря была просто ужасной. Ну а здесь вы видите, что происходит вокруг вас, и сможете его отключить в любое время. В то же время вы сможете видеть, что происходит вне инвентаря. Дальше, что меня особенно удивило из функционала на этом сервере, это система управления автомобилем. Как же она работает? Конечно же не так, как на других проектах, потому что обычная система нажатия на клавиш уже давно устарела. Здесь, когда вы захотите завести автомобиль, вы сможете просто надавить на газ, и автомобиль поедет. Так же само и заглушить автомобиль. Когда вы захотите выйти из автомобиля, он автоматически заглушится. Кроме этого, в отличие от других проектов, здесь есть даже система открывания окон, и другая система управления автомобилем. Ну и конечно же тоже спидометр, на котором показано название нашего автомобиля, и конечно же расход топлива. Так же эти все автомобили вы сможете и угонять, если вы купите себе отмычку. Но это уже совсем другая история. Кроме этого, из функционала данного сервера, можно выделить то, что здесь нужно постоянно кушать. Всю характеристику видно прямо-таки у вас на экране. Как обычно, здесь, как и на любом другом сервере, есть голосовой чат, а так же поддержка текстового чата. При том, что текстовый чат, там нет ничего лишнего, и он не надоедает. Его практически там незаметно, и нету каких-то там ярких цветов, которые выделяются на фоне общей картинки. В то же время, чтобы управлять нашим автомобилем, вам нужно будет сначала купить права. Здесь сделали все намного проще. Права вы сможете купить прямо-таки в мире, а так же любые другие лицензии. Кроме этого, по мере прохождения начального квеста, вы сможете ознакомиться с различным видом функционалам, таким как телефон, на котором установлена даже отдельная система операционная, в котором даже можно эвакуировать транспорт, или же находить его местоположение. А так же с помощью телефона вы сможете взламывать различные автомобили, и почувствовать себя в роли программиста, или же в роли игры в Ачдокс. Еще хотелось бы добавить, что здесь можно даже открывать двери. И начальный квест вас тоже с этим познакомит. Также на данном сервере была добавлена криптовалюта, именно биткоины. Но конечно же доллары здесь тоже присутствуют. Доллары вы можете зарабатывать и пополнять их банки. Система банка тоже сделана весьма неплохо, и чтобы вас не ограбили, вы можете поставить деньги на счет. А если вы занимаетесь какой-то нелегальной продукцией, или же состоите в банде, тогда вы сможете зарабатывать биткоины. Кроме этого биткоины будут вам начисляться даже за прохождение квестов. Еще одним основным преимуществом данного сервера является то, что у вас есть возможность прокачивать свои возможности. Ту же веносливость, здоровье, силу и много чего другого, или какие-то навыки, которые помогут вам в дальнейшем адаптироваться, и заработать уровень, или же продвинуться по карьерной лестнице. Система уровней здесь есть, но она качается только от взаимодействий. Чем больше вы взаимодействуете с другими игроками и персонажами, тем больше становится ваш уровень. Или же чем больше вы работаете, тем лучше ваш уровень растет. Ну и как я сказал ранее, здесь нужно кушать, чтобы не умереть с голоду. И здесь нам приходит на помощь обычный магазин 24 на 7. И вы знаете, разнообразие продуктов здесь просто впечатляет. Это даже не магазин, это целый супермаркет. Потому что здесь есть все, пончики, яблоки, конфеты, и конечно же остальные фрукты, которые по меркам данного сервера довольно-таки дешевые. Собегая наперед, скажу, что одно яблоко или одна кола, это примерно как одна метка настройки, которую можно сделать за пару секунд. Также здесь добавлены рации, различного вида аптечки и медикаменты. А также техника, телефон-айфон или модуль удаленного доступа для взлома автомобилей. Также здесь я даже нашел сейф, а также функционал для квартиры, чтобы поставить дверь с пин-кодом. Думаю, функционал данного сервера можно обозревать бесконечно. И конечно же много чего не попало в это видео, потому что это только начало. И вы можете сравнить функционал обычного другого сервера, более устаревшего, с этим. И просто почувствовать разницу. Ну а дальше давайте посмотрим с вами начальные работы, которые есть на данном сервере. А также после этого перейдем к автомобилям, магазинам и домам. Изначально, чтобы найти какую-нибудь работу, вы можете просто отправиться в Мерию. И там NPC вам расскажет, что к чему. Но также если у вас есть телефон, работу можно найти и по телефону. Для новичков доступны работы в зависимости от уровня. Для первого уровня доступна работа садовником и строителем. Для того, чтобы устроиться на какую-нибудь работу, вам надо будет работать на автомобиле. Поэтому для начала покупаете себе права и позже отправляетесь на работу садовника или строителя. Изначально по приезду на работу садовника, вы сможете увидеть несколько меток. Это красные метки и зеленые. После этого вам надо забрать с автомобиля лопатку, зеленую или красную. И начать обрабатывать эти метки. При том, что хочу заметить, что в отличие от других проектов, здесь нету никаких мини-игр. И это правильно, как я считаю. Потому что игрок должен наслаждаться игрой. А не нажимать на цифры или какие-то клавиши, чтобы заработать деньги в игре. Здесь вы просто подходите на какую-нибудь метку. И ваш персонаж делает все за вас. При том, хочу заметить, что есть множество анимаций, которые добавляют сюда реализма. Именно в эту работу садовника. И видно, как ваш персонаж использует даже лопатку. Деньги вам начисляются сразу же на ваш счет. Если у вас нету карты, деньги будут начисляться вам на руки. Так же само и с работой строителя. Просто приезжаете себе на стройку, берете инструменты, которые вам подходят. И просто идете зарабатывать свою денежку. При том, что опять-таки персонаж делает все за вас. И вы видите только анимацию. А деньги продолжают зарабатываться. Весьма интересная работа фотографом. Но там для начала вам надо будет подать заявку туда. А также работа таксистом, где можно работать на своем автомобиле. И возить даже NPC. Если не будет обычных игроков в сессии. И это не нарушает экономику проекта. И играть становится интересней. После того, как вы заработали немножко денег, самое время купить себе новенькую одежду. Да и как бы то, что нам дают на старте 1 миллион. Я думаю, что на эти денежки мы неплохо так себя переобуем. Изначально здесь есть несколько магазинов одежды. Это магазины из GTA. То есть магазины из одежды обычной из GTA 5. А также магазины из кастомной одежды. В стиле Gucci, Adidas и тому подобное. Различная фирменная одежда. В более дешевых магазинах одежда довольно таки дешевая. И цена ее в основном не превышает где-то 1000 долларов. Но в более дорогих магазинах вы сможете найти кастомную одежду. Такую, как например одежду Adidas. Новенькие куртки Gucci. Новенькие джинсы. Просовки и много чего другого интересного. Цена здесь тоже довольно таки доступная. Но она конечно же чуть дороже. Как и в реальной жизни. Но рюкзаки довольно таки дешевые. Также можно найти дешевые футболки. Такие как футболка Adidas. Дальше давайте я покажу вам обзор автомобилей, которые есть на этом сервере. А также автосалоны. Вообще автосалоны это какой-то новый уровень на этом РП проекте, который я когда-либо видел. Потому что они обычные открытые автосалоны, в которых видно даже что находятся автомобили. Но это еще не все. Самое интересное то, что когда вы заходите в автосалон, выбора автомобилей, здесь вы сразу же видите картинку, как выглядит тот или иной автомобиль. И вам не приходится кликать пару раз, чтобы выбрать его как на других проектах. Это как вы поняли стандартные автомобили. Сесдрайва к сожалению здесь нету, но есть аренда автомобилей. За небольшую сумму вы сможете арендовать любой автомобиль на данном сервере и просто кататься с ним до конца сессии, пока вы не выйдете с игры. Главное не забывайте его закрывать. Ну а сейчас давайте перейдем к реальным автомобилям, которые возможно всех интересуют. Здесь есть один реальный автосалон, в который постоянно разработчики сервера добавляют новенькие тачки. Цены здесь тоже весьма дешевые. И даже на эти деньги, на тот 1 миллион, который мы получили с вами при регистрации, вы сможете купить начальный автомобиль, допустим, Toyota Chaser. Или доложить немножко денег и купить что-то подороже. Но я пока что покупать ничего не буду, а просто возьму на тест драйв этот Mercedes 600 за небольшую сумму по меркам сервера. И просто на нем буду кататься, пока я не выйду с игры. И насчет самых дешевых автомобилей, возможно они тоже кого-то заинтересуют. Здесь есть самый дешевый автосалон, который тоже полностью открытый. И зайдя туда, вы сможете выбрать автомобиль, который вам больше всего подходит. И самый дешевый автомобиль, который вы сможете купить, начинается примерно от 5000 долларов. Также здесь на своем автомобиле вы сможете даже таксовать, или же даже покупать его, если вы не купили дом на сервере. Ну а если вы хотите выбрать какой-нибудь дом, давайте я покажу вам систему домов, и какие дома существуют вообще на данном проекте. Домов здесь на данном сервере есть несколько типов, в зависимости от класса. Самые дешевые это те, которые находятся в гетто. Но есть даже дома с каражами, цена которых составляет примерно 90 тысяч. При том, что в таких домах даже довольно-таки неплохой интерьер. Есть также более дорогие среднего класса дома, дома, которые находятся в Медоуз парке. Там уже цена начинается немножко дороже. Но опять-таки все зависит от интерьера, и в целом нет такой фиксированной цены. Допустим, я смотрел этот дом, и перейдя через дорогу, следующий домик у нас оказался намного дешевле. Так же само и другие дома, которые есть на данном проекте. Есть даже дома, у которых цена 100 тысяч, и качественно сделан ремонт. А если вы заработали свой первый миллион, тогда советую вам купить пентхаус-казино. Да, здесь тоже такое предусмотрели. Здесь вы можете найти множество интересных квартир и красивых казино Даймонд, которые стоят примерно 1 миллион долларов. И конечно же интерьер в таких квартирах, пентхаусах, один из самых красивых. Так же не могу не заметить то, что для любителей халявы и халявных денег, здесь есть возможность покрутить колесо удачи в казино. И выиграть несколько тысяч долларов. В принципе, неплохая прибавка к зарплате. Ну и на этом наш обзор подошел к концу. Обзор этот я сделал только поверхностно. То есть показал основные и начальные его функции. Все остальное вы сможете увидеть здесь, просто начав играть здесь на этом сервере. Сможете увидеть различного вида функционал. Или даже прикупить бизнес-склад как с онлайна. Но я показал основные отличия данного сервера от других серверов, чтобы вы поняли, чем же он отличается. И скажу лично от себя, что в течение двух лет я играл на многих проектах. И подобное я увидел только на этом. И с самого начала данный проект подогревает интерес к игроку. И даже если здесь небольшой онлайн, вам не будет скучно. А если вы хотите, чтобы вам было интересней, тогда приглашайте сюда и друзей. И играйте вместе с друзьями. Ведь это отличный сервер для игры по сети в онлайн. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравился этот обзор, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. И до свидания, всего хорошего.